Продолжение следует... 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 У нас уже был широкий опыт развития цифровых услуг и сервисов, однако стратегия обеспечит создание консолидированной цифровой экосистемы в стране. Основные цели, которых мы добиваемся, это следующие. Первое. Обеспечение оперативного и эффективного государственного управления, основанного на максимальном использовании данных, информационных систем и большой даты. Второе. Повышение эффективности и модернизации частного сектора экономики на основе развития платформ и цифровых услуг. Третье. Поддержка развития цифровых навыков и умений для широких слоев населения. При этом все три направления взаимосвязаны и являются взаимодополняющими. События последних лет показали, что современные вызовы мгновенно способны изменить привычное течение нашей жизни в нежелательную сторону, если не предпринять совместных и своевременных мер. Очевидно, что практически не существует страны, способной в одиночку противостоять глобальным вызовам. Это отчетливо показало к примеру пандемию коронавируса. Мы все столкнулись с одними и теми же вызовами, и нам пришлось совместными усилиями преодолевать последствия локдауна и самой пандемии. Мы стали шире и глубже использовать цифровые механизмы для преодолевания как последствий пандемии, так и возможных кризисов подобного характера в будущем. В этом контексте отмечу, что международное и региональное сотрудничество является одним из критически важных инструментов достижения целей устойчивого цифрового развития Армении. Правительство Армении взаимодействует на межгосударственном уровне, активно сотрудничает с частным сектором и международными организациями для нахождения новых цифровых решений. Одним из таких решений для Евразийского экономического союза стало разработанное фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития мобильное приложение «Путешествую без COVID-19», которое обеспечило восстановление свободного передвижения граждан между нашими странами. 5 миллионов тестов, загруженных в приложение – это 5 миллионов поездок. На самом деле огромная цифра. Приложение состоялось благодаря активной поддержке правительств Российской Федерации и Республики Армения, которые запустили «Пилот», ставший полноценным проектом с подключением девяти стран. На мой взгляд, несмотря на ослабление самой пандемии и восстановление свободного передвижения, приложение «Путешествую без COVID-19» создает хорошую основу для развития трансграничной цифровой медицины, обмена информацией и цифровизации медицинских карточек в соответствии с национальными требованиями и с полной защитой персональных данных. Я предлагаю уже сейчас приступить к обсуждению вопросов перспективы использования приложения в качестве инструмента эпидемиологического счета и механизма доверия в рамках передачи медицинско-значимой информации. Уважаемые участники форума, сегодня я бы хотел обратить наше внимание на другой актуальный цифровой инструмент, который дает возможность гражданам, бизнесам и государственным органам стран ЕС взаимодействовать при организации трудовой деятельности в наших странах. Речь идет о цифровой платформе «Работа в ЕС», разработанной Фондом цифровых инициатив в рамках реализации идей Михаила Владимировича Мишустина. Российский сегмент мобильного приложения «Работа в ЕС» начал функционировать с 2022 года. И я хочу сообщить, что сегодня первая полноценная версия национального сегмента Республики Армения также доступна в приложении. Пользователи приложения уже могут найти вакансии, отзываться на них, пользоваться сервисами помощник, ответы на часто задаваемые вопросы, ознакомиться с нормативной информацией, находить подразделения уполномоченных органов, контактную информацию и так далее. Также в армянском национальном сегменте «Работа в ЕС» уже доступны основные действующие государственные цифровые услуги, так как единый портал и реквест, который обеспечивает не только возможность физическим и юридическим лицам направлять обращение более чем в 200 государственных органов и подведомственных организаций Армении, но и проводить мониторинг с заходом рассмотрения обращения и получения ответа. Внутри Армении около 60 тысяч пользователей уже воспользовались данной услугой, а общее количество обращений превысило 300 тысяч. Следующий цифровой сервис, инициированный в приложении «Работа в ЕС» – Work Permit AM, с помощью которого предоставляется разрешение на работу и вид на жительство в Армении. Весь процесс происходит на основании одного заявления, поданного на онлайн-платформе. Цифровой инструмент обеспечивает скоординированное взаимодействие пяти государственных органов, вовлеченных в данный процесс. Также с использованием цифровой услуги можно бесплатно получить карту, удостоверяющую легальность проживания в Республике Армении на основании трудового договора для граждан стран ЕС и членов их семей. Платформа периодически будет насыщаться иними государственными и коммерческими сервисами. При этом хочу отметить, что наш национальный сегмент учитывает особенности нашего рынка и не является копией российского сегмента. Тем самым мы развиваем платформу «Работа в ЕС» с новой добавленной стоимостью. Армения и Россия были первыми участниками платформ «Путешествую без COVID-19» и «Работа в ЕС». Наше подключение показывает эффективность взаимодействия и кумулятивный эффект от интеграции преимуществ национальных сервисов. И мы поддерживаем предложение правительства России присоединиться к проекту для создания национальных сегментов и поддержки привлечения высококвалифицированных кадров во благо роста наших национальных экономик и экономики ЕС в целом. Благодарю за внимание. Победителем в номинации становится компания «Дары». Продолжение следует...